Еще один интересный кейс обсуждали сегодня. Можем ли мы использовать штатные интегрированные камеры в супермаркетах, торговых центрах с инфракрасной подсветкой? И как модели предобученные, либо обученные по своим данным, будут справляться с данными в темноте? То есть инфракрасная подсветка подсвечивает область, либо это зал торговый, либо это магазин какой-то небольшой. Одна, несколько камер. И в принципе эта же камера транслирует в RTSP потоки данные наши. Соответственно собираем оригинальный образ докера. В принципе тот же DeepStream. Единственное, я здесь премонтировал папку с моделями, потому что модель отдельно я выкачивал. Модель не обученная, модель я брал предобученную, FaceAir. В принципе для того, чтобы создать основной инференс этого достаточно будет. Так, есть. Так, дальше нам нужно прописать наш RTSP поток. Стрим. Так. Здесь все банально просто. Документации можно уже убирать. Так, поток проверяем через VLC. Несколько потоков для тестирования. Так, вот он, RTSP поток. Сейчас у меня свет включен. Мы его сейчас выключим. И в принципе этот же поток будем использовать, когда сенсор срабатывает на то, что освещенность очень низкая. Тогда включается светодиод, включается инфракрасная подсветка, освещает пространство. Так, давайте заберем. Я забыл скопировать стрим. Вот он. Так, сюда. Единственное, возьмем, наверное, первый. Он гораздо меньше по битрейту и разрешение у него ниже этого потока. Так, дальше. Наша моделька. Я уже ее пересобрал. Вот она по этому адресу. Вот та папка с моделями, которую я смонтировал. Она здесь у меня уже лежит. Дальше. Config.inference лежит. Так, это сохраняем. Вот эта модель. Файлик инициализации самой модели, самой сети, то есть какие слои и так далее. ELT-файл это предобученная модель, точка engine это уже TensorRT модель, та, которая работает на железе NVIDIA-вском, ну или, соответственно, если мы будем деплоить это все на NVIDIA-Jetson, либо Nano, либо TX, либо XAVIER. Окей. В принципе, с этим все. Ага, порог сделаем чуть побольше. И в принципе, выключаем свет и запускаем. Так, ну и осталось запустить теперь наш inference и проверить, как инфракрасная подсветка работает. Так, только один поток. Отлично, что по расстоянию. Да, в зависимости от качества потока сейчас минимальное качество потока стоит. Отлично, подсветка работает. Так, ну и было бы интересно теперь воспроизвести ситуацию, когда у нас inference на сервере, что в принципе логично. И нам демонстрировать все это не нужно, а нам нужно транслировать куда-то это. Ну, одна из ситуаций. Так, тогда нам нужно будет есть параметр по тегам SYNC1. Ага, нет, SYNC2, потому что здесь порт. Так, единственное, когда будем транслировать, если это контейнер собранный, нужно прописать порты, чтобы наружу... Так, здесь то же самое, 8554, битрейт, есть... Сохраняем. Запускаем наш inference. У нас, по идее, должно сейчас выдать наш адрес. Так, куда у нас RTSP поток идет? Вот он локальный. Ну, в принципе, соответственно, localhost заменяете на ваш реальный IP-адрес, либо на имя. Так, копируем, берем наш VLC, проверяем, как транслируется. А, вот я тестировал уже есть. Ну вот, живая трансляция VLC того, что происходит фактически на сервере. ПОДПИСervesко. ained ПАС, ПАС, ПАС Продолжение следует...